Здравствуйте дорогие друзья, на связи Николай Спиряев и в данном видео уроке мы с вами разберем такую тему, как новый аукцион в системе Яндекс.Директ Как вы знаете, с 1 сентября 2015 года на поиске Яндекс.Директа действует новый аукцион под названием VCG Для информации, данный аукцион уже давно используют такие компании, как Google AdWords и Facebook Так что можно сказать, что Яндекс пытается наверстать упущенное Обращаю ваше внимание на то, что данный аукцион работает только для поискового трафика в системе Яндекс.Директ В рекламной сети Яндекса аукцион остался прежний и не потерпел никаких изменений Новый аукцион VCG работает на поиске Яндекса для таких блоков, как спецразмещение и гарантированные показы Для блока же «Динамические показы» работает другой аукцион, который называется GSP Аукцион второй цены Данный аукцион GSP работал до того момента, пока не внедрили новый аукцион VCG Думаю, что в данном видео уроке будет целесообразно вспомнить старый аукцион Как он работал, как он был устроен и сравнить его с новым аукционом, чтобы понимать, как работает теперь новый аукцион VCG Для начала я предлагаю разобраться с тем, как распределяются клики по позициям непосредственно по словам Яндекса Возьмем для примера блок спецразмещения Здесь у нас имеются три позиции для объявления Это позиция номер один спецразмещения Вторая позиция спецразмещения И третья позиция входа в спецразмещение По словам Яндекса, если не учитывать параметры кликабельности То есть, другими словами, представим, что у нас есть одно объявление И мы его перемещаем по позициям То есть, сначала ставим на первую строчку позиции, потом на вторую и на третью Так вот, действуя таким образом, мы получим следующие цифры трафика Когда наше объявление будет стоять на первой строчке позиции спецразмещения Мы будем получать 100% возможного трафика Это самая кликабельная позиция, которая только есть на поиске Яндекса Далее, если возьмем вторую строчку позиции и переместим наше объявление сюда То здесь мы сможем получить уже 85% возможного трафика из став Если переместим наше объявление на третью строчку позиции спецразмещения То здесь мы сможем получить только 75% из возможного трафика Думаю, что смысл вам понятен Теперь я предлагаю перейти к рассмотрению Как работал старый аукцион в Яндекс.Директе Под названием GSP Как вы видите, на графике представлены 4 рекламодателя Рекламодатель первый спецразмещения, второй, третий и четвертый рекламодатель Который не вошел в блок спецразмещения Здесь вот эта линеечка отмечена 100% трафика То есть получение непосредственно 100% возможного трафика Находясь на первой позиции По оси Y у нас отмечены непосредственно те ставки, которые рекламодатели назначили по своим объявлениям Для простоты восприятия здесь предполагается, что у всех рекламодателей одинаковый CTR, то есть параметр кликабельности, а также одинаковый коэффициент качества объявлений В данном примере первый рекламодатель, который располагается на первой позиции спецразмещения, платит цену второго рекламодателя, который стоит на второй позиции спецразмещения Ставка у второго рекламодателя составляет 7 рублей Следовательно, списание за клик у первого рекламодателя будет как раз таки 7 рублей за 100% трафика Тот прямоугольник, который вы видите у себя на экранах, если посчитать его площадь, то получится полный расход, который первый рекламодатель заплатит за 100% трафика по определенному ключевому запросу Второй рекламодатель, который располагается на второй позиции спецразмещения, платит ставку третьего рекламодателя, который располагается на третьей позиции спецразмещения Ставка у третьего рекламодателя составляет 5 рублей и как следствие второй рекламодатель будет платить за клик 5 рублей Ну и соответственно получать 85% возможного трафика, так как его размещение, его позиция номер 2 в спецразмещении Ну и третий рекламодатель платит ту стоимость, которую обуславливает четвертый рекламодатель, не попавший в блок спецразмещения, а попавший в блок гарантированных показов У четвертого рекламодателя ставка выставленная 2 рубля, соответственно человек, который рекламируется на третьей позиции спецразмещения, будет платить именно данную ставку как списание цены за клик Как вы видите, для каждого рекламодателя у нас получаются вот такие вот нехитрые прямоугольники и площадь каждого прямоугольника будет равна расходу того или иного рекламодателя для получения того или иного процента трафика Теперь давайте представим ситуацию, что второй рекламодатель, который находится на второй позиции спецразмещения, решил занять позицию номер 1 и выпихнуть первого рекламодателя из первой позиции и переместить его на другое место Что в этом случае должен сделать второй рекламодатель? Правильно, он должен увеличить ставку таким образом, чтобы его ставка перебивала ставку первого рекламодателя Но обратите внимание на тот факт, что стоя на втором месте, данный рекламодатель, то есть второй рекламодатель получает 80% из возможного трафика и платит по 5 рублей за клик Переместившись на первое место в спецразмещении, второй рекламодатель будет получать на 15% больше кликов, нежели стоя на второй позиции Но для того, чтобы ему попасть на первое место в спецразмещении, ему необходимо поставить ставку, которая будет перебивать ставку первого рекламодателя То есть ставку выше 10 рублей Это может быть 10 рублей 10 копеек, но можно поставить запасом 11 либо 12 рублей В этом случае второй рекламодатель переместится на первую строчку спецразмещения и вытеснит первого рекламодателя с данной позиции Что в итоге мы имеем? А имеем мы следующую картину, что рекламодатель, стоявший на второй позиции и плативший до этого 5 рублей за 85% возможного трафика Удвоил, так сказать, свою ставку и теперь он платит за каждый клик по 10 рублей И в итоге получает на 15% трафика больше Ну не совсем пропорционально у нас получается То есть ставка у нас получается удвоилась в 2 раза А количество трафика у нас прибавилось всего 15% Вот именно таким образом работал старый аукцион второй цены GSP Он сейчас также имеет место, но для блока динамических показов именно там он работает в прежнем режиме Для блоков же спецразмещения и гарантированных показов работает новый аукцион Который мы сейчас уже буквально через несколько минут разберем в полном объеме А пока давайте отмотаем время несколько назад и рассмотрим как во времена действия аукциона второй цены GSP Яндекс отбирал объявления в тот или иной блок и далее распределял эти объявления по позициям в определенном блоке Например рассмотрим блок спецразмещения Вполне понятно, что по данной ключевой фразе мы имеем определенное количество конкурентов То есть есть рекламодатели, которые рекламируются по данной ключевой фразе Но блок спецразмещения у нас ограничен только тремя объявлениями Так вот возникает вопрос, каким образом Яндекс.Директ отбирает объявления для блока спецразмещения Отбирает он их по соотношению параметров, таких как параметр кликабельности CTR, коэффициент качества объявления и цена за клик Чем лучше соотношение вот этих вот параметров, тем больше вероятность попадания в блок спецразмещения То есть в блоке спецразмещения располагаются три объявления, которые имеют самые лучшие вот эти вот показатели Соотношение этих показателей Далее, когда объявление попадает в блок, оно распределяется по позициям Распределяется по позициям здесь уже, но только по одному параметру, который называется цена за клик То есть ставка за клик Чем выше ставка была по вашему объявлению, тем выше объявление занимало позицию Это что касается аукциона GSP В аукционе VCG сейчас ситуация обстоит по-другому и несколько далее мы с вами это дело разберем А сейчас давайте перейдем к примеру и более детально рассмотрим то, что я только сейчас сказал То есть представим, что у нас есть четыре рекламодателя Рекламодатели A, B, C и D А, B, C это рекламодатели, которые входят в спецразмещение, в блок спецразмещения Как видите, вот здесь вот по позициям я расписал и показал, как вот эти рекламодатели будут стоять На каком месте каждый рекламодатель будет находиться Как видите, рекламодатель под буквой A располагается на первой позиции Только из-за того, что у него самая большая ставка из всех тех рекламодателей, которые находятся в блоке спецразмещения Хотя параметр CTR у него самый такой некачественный Буквально 3% в сравнении с остальными его конкурентами 5 и 10% Но из-за того, что у него ставка здесь больше, чем у остальных, соответственно он занимает лидирующую позицию На этом разбор о том, как работал старый аукцион второй цены GSP закончен И теперь мы с вами переходим к разбору нового аукциона под названием VCG Опять же переходим уже к знакомому новому графику, где у нас располагаются четыре рекламодателя И те ставки, которые они назначают по своим объявлениям Цена за клик третьего рекламодателя будет обусловлена той ставкой, которую выставляет четвертый рекламодатель, не вошедший в блок спецразмещения То есть здесь все то же самое, как у нас в старом аукционе GSP То есть третья позиция определяется непосредственно по старому аукциону И соответственно данный рекламодатель, третий, он будет получать 75% возможного трафика из 100 И платить по 2 рубля за клик Также обращаю ваше внимание на то, что в этих примерах мы считаем, что CTR у наших рекламодателей полностью одинаковый И коэффициент качества также равен друг другу Для второго рекламодателя, который располагается на второй позиции спецразмещения Картина кардинально меняется, если сравнивать с аукционом второй цены GSP Здесь у нас есть так называемая стоимость базовых кликов, которую определяет третий рекламодатель, стоя на третьей позиции спецразмещения И для второго рекламодателя данная стоимость для 75% трафика не меняется То есть она остается без изменений Меняется у него стоимость только за те 10%, которые он получает дополнительно, стоя на второй позиции И стоимость вот этих вот дополнительных кликов обуславливает опять же третий рекламодатель, который выставляет ставку То есть стоимость вот этих дополнительных кликов будет обусловлена ставкой третьего рекламодателя Как видите, у третьего рекламодателя ставка составляет 5 рублей Следовательно, стоимость дополнительных кликов у второго рекламодателя будет составлять 5 рублей за клик Следовательно, усредненная стоимость за клик будет для второго рекламодателя составлять 2,35 рубля за клик. Как производятся вот эти расчеты, мы с вами разберем несколько далее, а сейчас же давайте продолжим. Первый же рекламодатель, который располагается на первом месте спецразмещения, опять же платит базу, то есть базовую стоимость за клики, за 75% кликов. Также он платит ту стоимость, которую обуславливает третий рекламодатель за 10% дополнительных кликов, то есть ту стоимость, которую платит второй рекламодатель. И дополнительные 15% кликов, которые он получает на первом месте спецразмещения, обуславливает стоимость вот этих кликов второй рекламодатель, у которого ставка 7 рублей, как вы видите. Ну и следовательно, первый рекламодатель платит 7 рублей за вот эти вот дополнительные 15% кликов. И как следствие, у третьего рекламодателя стоимость клика будет усредненная, и за 100% кликов он будет платить 3,05 рублей. Стоимость, которую будет платить рекламодатель, располагаясь на той или иной позиции, можно рассчитать по следующим формулам. Мы имеем здесь три формулы. Формула обусловлена цены за клик, которую платит рекламодатель, находящийся на третьей позиции спецразмещения. Это, соответственно, рекламодатель платит на втором месте спецразмещения, и данная формула рассчитывает цену за клик, которая списывается у рекламодателя, стоящего на первом месте спецразмещения. Здесь X1, X2, X3 – это кликабельность позиций. То есть X1 – это 100% трафика, X2 – это, соответственно, 85% трафика, который получает объявление, стоящее на второй позиции спецразмещения. И X3 – это, соответственно, 75% трафика, которое получает объявление, стоящее на третьем месте спецразмещения. BIT1, BIT2, BIT3, BIT4 – это ставки рекламодателя. CTR – это параметры кликабельности, ну и, соответственно, CPC – это списываемая цена, которая списывается за клик у того или иного рекламодателя. Подставив все значения в данные формулы, вы получите точный ответ, сколько будет стоить списываемая цена для того или иного рекламодателя в том или ином положении. Теперь давайте рассмотрим при текущем аукционе, как Яндекс отбирает объявление в тот или иной блок, а также, как затем это объявление, попавшее в блок, распределяет в этом блоке по позициям. Ну, смотрите, давайте на примере спецразмещения попробую растолковать. Яндекс отбирает объявления, опять же, по соотношениям CTR, то есть параметры кликабельности, коэффициенты качества объявления и цены за клик, которые выставляет рекламодатель. Лучшие три объявления, которые имеют лучшее соотношение вот этих вот параметров, попадают в блок спецразмещения. Те объявления, которые не вошли в блок спецразмещения, опять же, идет у них конкуренция непосредственно за блок гарантированных показов. Ну и так далее. Далее объявление, когда попадает в блок, допустим, попало наше объявление в блок спецразмещения, далее его ранжирование или размещение на той или иной позиции определяется, опять же, соотношением вот тех же самых параметров. Параметра CTR, параметра коэффициента качества объявления и цены за клик, который назначает рекламодатель. Чем лучше это соотношение, тем выше ваше объявление стоит непосредственно в блоке. И давайте теперь рассмотрим более такой осязаемый пример. Данный пример мы с вами рассматривали несколько ранее, когда изучали, как работает аукцион второй цены GSP. Здесь мы имеем тех же самых рекламодателей, но, как вы видите, они сейчас у нас занимают совершенно разные позиции. Если рекламодатель А в прошлом примере в рамках аукциона второй цены занимал первое место спецразмещения из-за своей ставки, то сейчас он стоит на третьем месте спецразмещения. Да, обращаю ваше внимание на то, что здесь есть определенные условия того, что коэффициент качества всех объявлений у нас равны между собой. То есть это для простоты восприятия. Так, ну давайте приступим к рассмотрению данного примера. Еще раз повторюсь, что в рамках аукциона второй цены рекламодатель А занимал первое место спецразмещения. Сейчас же он занимает третье место спецразмещения из-за того, что сочетание CTR и ставки у него получается ниже, чем у тех рекламодателей, которые располагаются выше него. То есть произведение ставки на CTR у нас получается здесь для данного рекламодателя 30. Для рекламодателя Б произведение ставки на CTR получается 35, что выше 30 и соответственно данный рекламодатель занимает второе место спецразмещения. Рекламодатель же C, который в предыдущем примере стоял на третьем месте, здесь поднимается на первую позицию спецразмещения, даже несмотря на то, что у него самая минимальная ставка, составляющая 5 рублей. Но так как у него высокий CTR и произведение ставки на CTR у него дает максимальный параметр эффективности, то есть у него получается данное сочетание с самым большим из всех трех рекламодателей, ну и как следствие он занимает по праву первую позицию спецразмещения. Что ж, алгоритм работы нового аукциона мы с вами отобрали, теперь давайте перейдем к тем рекомендациям, на что нужно обратить внимание непосредственно в рамках нового аукциона. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что нужно обязательно следовать золотому правилу рекламы. Ключевая фраза равно текст объявления равно странице сайта. Давайте более детально это дело мы рассмотрим на конкретном примере. Зайдем в поисковую машину Яндекса и вобьем какой-либо запрос, например, купить сапоги из кожи питона. И Яндекс нам в соответствии с нашим запросом выдает объявление. Так вот, наше объявление, текст наших объявлений должен быть релевантен непосредственно к ключевой фразе. Если посмотреть на три объявления, которые располагаются в спецразмещении, то объявление, находящееся на второй позиции спецразмещения, наиболее релевантно к моему запросу. Почему? Да потому что объявление, которое располагается на первом и на третьей позиции, нет никакой речи про кожи из питона. А во втором объявлении, располагающем на второй позиции спецразмещения, как раз-таки заголовок и текст полностью удовлетворяет мой запрос. То есть здесь целиком и полностью прослеживается равенство. Ключевая фраза равно текст объявления. Далее, если кликнуть по данному объявлению, мы с вами попадем на страницу сайта, где нам будут предлагаться, опять же, сапоги из кожи питона. Нас не отправляют никуда на каталог сапогов, а сразу направляют на то, что мы с вами запрашивали. И это очень правильный и важный подход к контекстной рекламе, который нужно, безусловно, соблюдать. Получается, что второй рекламодатель, который располагается на второй позиции спецразмещения, выдержал это правило полностью, в полной мере. То есть ключевая фраза у него равняется тексту объявления, и текст объявления равняется непосредственно той странице сайта, на которую ведет данное объявление. То есть вот этому правилу я очень настоятельно рекомендую следовать и ни в коем случае его не нарушать. Следующий момент, который можно также отнести к первому пункту рекомендации. Это тот факт, что ключевую фразу, которую использует пользователь, обязательно нужно использовать в заголовке и в тексте своего объявления. На это есть три причины. Причина номер один заключается в том, что такие объявления, которые содержат в себе в заголовке и в тексте ключевую фразу, Яндекс считает более качественным. Ну и соответственно, причина номер два, для более качественных объявлений Яндекс еще до запуска понижает цену за клик, которая будет списываться при клике по тому или иному объявлению. Как видите, вот здесь на примере я создал абсолютно два одинаковых объявления по одной и той же ключевой фразе с одной и той же ссылкой страницы, на которую ведет то и другое объявление. То есть страница это одна и та же, но создал абсолютно разные заголовки. То есть если в первом примере заголовок ключевую фразу не содержит, а просто прописаны сантехнические работы, то во втором примере ключевая фраза содержится целиком и полностью в заголовке. А как следствие мы можем наблюдать разницу в ценах, которые нам предлагает Яндекс. В первом случае цена входа на первую позицию спецразмещения составляет списываемая цена 7,40 копеек. 7 рублей 40 копеек. Во втором же случае данная цена составляет 5 рублей. Ну я думаю, что выгода очевидна. Ну и третья причина заключается в том, что действительно объявление, которое содержит в себе ключевую фразу, оно становится более качественным. И те слова, которые содержатся из ключевой фразы в заголовке и в тексте, они при запросе пользователя будут подсвечиваться жирным и как следствие обращать внимание пользователя на себя. Следующий момент, на который следует обратить внимание, это CTR. То есть нужно очень тщательно отрабатывать каждое объявление и следить за тем, чтобы у него был нормальный CTR у каждого объявления. Потому что каждое объявление играет роль в значении среднего CTR по компании. То есть здесь важен как CTR отдельного объявления, так и CTR среднего по компании. Средний CTR по компании должен быть более 5%. CTR же каждого отдельного объявления не должен падать менее 2%. Если вы видите, что некоторые объявления набирают много пустых показов, допустим за 50, за 70 пустых показов объявления набирают, такие объявления нужно останавливать либо перезапускать. Используйте быстрые ссылки в объявлениях, а также используйте виртуальные визитки, которые можно настроить в параметрах рекламной кампании, либо в параметрах для каждого объявления. Быстрые ссылки и визитка это элемент, который дополнительно привлекает внимание пользователя. И как следствие CTR ваших объявлений становится выше. То есть когда ваши объявления более заметны, соответственно лучше кликаются и конечно же их CTR становится выше. Когда вы только запускаете рекламную кампанию, лучше всего выбирать стратегию показов, такую как показ в блоке по минимальной цене и поставить там нужно галочку спецразмещения. Но после одного-двух месяцев работы с рекламной кампанией, данную стратегию желательно поменять на какую-либо другую. Например, можно выбрать ручную стратегию, такую как наивысшая доступная позиция, либо можно сориентироваться на автоматические стратегии, такие как средняя цена конверсии, либо средняя рентабельность инвестиций. Другими словами, когда ваша рекламная кампания уже устаканится, когда она начнет приводить постоянно новых клиентов, когда вы произведете работу по очистке трафика, отключите неэффективное объявление и будете знать, что те объявления, которые там сейчас работают, однозначно приводят клиентов. В этом случае стратегия показ в блоке по минимальной цене нужно обязательно менять, потому что в данной ситуации при данном аукционе данная стратегия показ в блоке по минимальной цене не настолько эффективна, то есть она потеряла свою актуальность, которая была в рамках аукциона второй цены GSP. Что ж, это пожалуй все рекомендации и в принципе вся информация по теме нового аукциона Яндекс.Директа VCG. Еще раз напомню, что данный аукцион VCG работает только на поиске Яндекс.Директа. Для рекламной сети Яндекса никаких изменений в аукционе не произошло, аукцион рекламной сети Яндекса работает в том же режиме без изменений. На этом все. Я благодарю вас за внимание, хорошего настроения и до встречи в следующем видео уроке.